Для женщин, например, желание любви, это означает понимание меня. То есть женщина, она очень сильно хочет, чтобы мужчина ее понял. Ну, то есть, если она видит, что он к ней по-доброму, понимает ее, она просто счастлива бесконечно. Но она не знает, что вот, чтобы мужчина ее понимал, для этого она должна заботиться, ласково вести. Потому что мужчина добрым становится к женщине, когда она видит ее любовь. То есть даже для того, чтобы он понимал, нужно прилагать усилия. Понимаете, в этом мире все настолько тупые, настолько на себе сосредоточенные люди все, настолько на себе сосредоточенные, что само по себе ничего не произойдет. Вот хотите, чтобы муж вас понимал, вот поймите, что это просто так не произойдет. Потому что все люди, они сначала, это только развитые люди, понимают других. И на этом сосредоточенно, этим живут. А обычные люди, они просто настолько сильно прикованы к своей судьбе, что они больше всего понимают, что им надо. И им кажется, что вот это так же и нужно другому человеку. А ему нужно в жизни совсем другое. И если ты начинаешь понимать другого человека, то есть тогда он будет ближе к тебе. Но еще очень важно понять, что доброта, вот ты к мужчине просто по-доброму относишься, как к женщине. Потому что большая ценность, большой ценностью в этом мире является женская доброта. Нужно к мужчине просто по-доброму, как к женщине относиться. И он тогда будет ближе к тебе. То есть его понимание будет через твою доброту проходить, как благодарность. Но это не значит, что он прямо вот глубоко тебя будет понимать. Но он будет вот через благодарность и пытаться понимать. Так доброта работает женская просто. Но понимаете, в этом мире все люди очень сильно сосредоточены на себе. И поэтому видеть природу противоположного пола, вот что мужчина видит в женщине? Наслаждение. То есть он видит в ней тело, которое ее наслаждает, эмоции, чувства, которые его наслаждают. Все. Вот все, что его наслаждает, это он понимает в женщине очень хорошо. Все остальное для него просто белый лист бумаги. Вот что, допустим, у женщины психика очень чувствительная. Что из-за этого надо с ней вести себя очень аккуратно. Как у тебя дела, там спрашивать постоянно. Чтобы у нее все нормально было. У нее настроение постоянно двигается то туда, то сюда, меняется. И если ее настроение не понимает, она вообще в шоке. Вот. Надо, чтобы ее муж всегда понимал, какое у нее настроение, что с ней происходит. Ей для нее очень важно правильно. Понимаете, вот и все.